Правильная эксплуатация автомобиля Подача ее в цилиндры и отвода из них продуктов сгорания Для идеализации этих задач в системе питания имеется ряд приборов и устройств Одни из них подают и очищают топливо Другие – воздух Третьи приготовляют и подают в камеры сгорания горючую смесь Четвертые отводят в атмосферу продукты сгорания Топливо хранится в баке О количестве топлива сведение посылает датчик через указатель, находящийся на приборном щитке в кабине Внутри бака имеются перегородки, которые увеличивают его жесткость И уменьшают гидравлические удары топлива во время движения автомобиля Герметичная пробка заливной горловины имеет два клапана Выпускной, который открывается при избыточном давлении в баке в результате повышения температуры И впускной при разряжении в результате расхода топлива и понижения температуры Такое устройство пробки способствует уменьшению потерь топлива и обеспечивает бесперебойную подачу его из бака Заливная горловина и топливоприемная трубка бака снабжены фильтрами Частоте топлива в системе питания автомобиля уделяется большое внимание Топливо в баке проходит через фильтры горловины и приемной трубки и поступает в фильтр-отстойник Его фильтрующий элемент, состоящий из металлических пластинах с микроскопическими выступами Задерживает механические примеси размером до 0,05 мм Отфильтрованное топливо из бака забирается насосом и подается к карбюратору Топливный насос состоит из корпуса с приводным валиком и рычагом Головки с клапанами, крышки, демпфера и диафрагмы, приводимые в действие эксцентриком распределительного вала Эксцентрик поднимает штангу и коромысло отжимает шток, сжимая пружину Диафрагма, соединенная со штоком, прогибается Над диафрагмой создается разрежение и топливо через фильтр и открывшиеся отпускные клапаны заполняет полость Когда эксцентрик освобождает штангу, пружина разжимается Диафрагма перемещается вверх и выталкивает топливо через выпускные клапаны насоса И игольчатый клапан карбюратора в поплавковую камеру При повышении уровня топлива под действием поплавка Игольчатый клапан закрывается Давление топлива над диафрагмой увеличивается И пружина не сможет отжать диафрагму Штанга будет двигаться в холостую, пока не откроется клапан карбюратора Таким образом, работа насоса автоматизирована И зависит от положения игольчатого клапана карбюратора Для подачи топлива в карбюратор при неработающем двигателе Насос снабжен рычагом ручной подкачки Из насоса на пути к карбюратору топливо проходит через фильтр тонкой очистки С помощью керамического или капронового элемента Он задерживает мельчайшие частицы и волокна Которые могут засорить жиклеры карбюратора А также препятствовать полному закрытию его запорного клапана Для приготовления горючей смеси необходим воздух Из атмосферы по каналу в капоте воздух поступает в воздухоочиститель Канал оборудован заслонкой Который устанавливается летом для пропуска воздуха снаружи капота А зимой подогретого воздуха из-под капотного пространства В корпусе очистителя воздух резко изменяет направление движения Часть примесей по инерции ударяется о масляную поверхность И оседает в масле Более тонкая его очистка осуществляется при прохождении капронового фильтра В обычном виде бензин горит медленно И использовать его для работы двигателя нельзя В цилиндрах двигателя топливо сгорает за время рабочего такта Который длится в среднем 15 тысячных секунд Образование горючей смеси Один из важнейших процессов Осуществляемых приборами системы питания Чтобы добиться быстрого сгорания топлива Его нужно сильно распылить и перемешать с воздухом Установлено, что для полного сгорания одного килограмма топлива Необходимо 15 килограммов воздуха Смесь такого состава носит название нормальной При увеличении количества воздуха Различают обедненную и бедную горючей смеси А при увеличении обогащенную и богатую Эту задачу в приготовлении горючей смеси Выполняет один из важнейших приборов системы питания Карбюратор Просмотрим этот процесс на схеме простейшего карбюратора Который состоит из поплавковой камеры с поплавком и запорным клапаном Топливного жаклера Канала Распылителя Смесительные камеры с диффузором Воздушной и дроссельной заслодки Смесительная камера впускным трубопроводом сообщена с цилиндром При такте впуска разрежение из цилиндра Передается в смесительную камеру Вследствие чего скорость воздуха Проходящего через диффузор резко увеличивается И топливо из поплавковой камеры поступает в распылитель и далее в смесительную камеру В диффузоре топливо разбивается на мельчайшие капельки Интенсивно перемешивается с воздухом И испаряясь превращается в горючую смесь И поступает в цилиндр двигателя Однако такой простейший карбюратор Не может обеспечивать работу двигателя на всех режимах В зависимости от условий работы автомобиля Дороги, массы груза, скорости движения и других Двигатель работает на разных режимах Для обеспечения которых нужна горючая смесь соответствующего состава Современный карбюратор автомобильного двигателя Представляет собой сложный прибор Оснащенный различными дозирующими системами и устройствами Обеспечивающими работу на необходимых режимах Корпус карбюратора состоит из трех частей Верхний, средний и нижний У них размещены Воздушная горловина с воздушной заслонкой Поплавковая камера с поплавком и запорным клапаном Сообщенные с атмосферой балансировочным каналом Смесительные камеры с дроссельными заслонками А также дозирующие системы и устройства Главная дозирующая система Ускорительный насос, экономайзер Система хоростого хода и пуска Ограничитель максимальной частоты вращения коленчатого вала Главная дозирующая система Служит для поддержания примерно постоянного экономичного состава горючей смеси Для заданного наиболее распространенного режима Режима средних нагрузок У нее входят Главный топливный жиклер Жиклер полной мощности Воздушный жиклер Распылитель Смесительная камера Экономайзер Экономайзер обеспечивает приготовление Обогащенной горючей смеси При работе двигателя на полных нагрузках Он состоит из клапана Толкателя с пружиной Приводимого в действие рычагом со штоковой планкой Для быстрого увеличения мощности двигателя Водитель резко открывает дроссель Из-за чего увеличивается количество проходящего воздуха А поступление топлива запаздывает Вследствие чего вместо обогащения Происходит обеднение смеси Вызывающее падение мощности двигателя Чтобы избежать этого В работу вступает ускорительный насос Он подает дополнительную порцию топлива Насос состоит из цилиндра Поршни со штоковой пружиной Обратного и нагнетательного клапанов Каналов и распылителя Система холостого хода Обеспечивает устойчивую работу двигателя Без нагрузки С минимальным расходом топлива К ней относится блок Воздушного и топливного жиглёра Каналы Щелеобразные круглые отверстия И регулировочные винты Качество и количество горючей смеси Пусковое устройство Обеспечивает надёжный пуск Холодного двигателя Устройство состоит из Воздушной заслонки С клапаном И привода управления При запуске холодного двигателя Ручку привода воздушной заслонки Водитель тянет на себя Воздушная заслонка закрывается А трусельная слегка приоткрывается Во время прокрутки коленвала Топливо поступает по каналам Главной дозирующей системы И системы холостого хода И образуется обогащённая Горючая смесь Для пуска двигателя При увеличении числа оборотов Требуемое количество Поступающего воздуха Обеспечивается открытием Клапана в раздушной заслонке По мере прогревания двигателя Водитель открывает Воздушную заслонку Досельная при этом закрывается Главная дозирующая система Отключается Работу двигателя без нагрузки Обеспечивает система Холостого хода Для пуска прогретого двигателя Водителю не надо воздействовать На органы управления Карбюратор Достаточно включить зажигание И провернуть коленвала В карбюраторе Воздушная заслонка открыта Дроссельная закрыта Пуск обеспечивается Только работой системы Холостого хода На режиме частичных нагрузок Например, при трогании Автомобиля с места Водитель плавно нажимает На педаль привода Дроссельной заслонки Дроссельная заслонка Приоткрывается Включая в работу Щелеобразное отверстие Холостого хода Чем обеспечивается Постепенное вступление В работу Главной дозирующей системы При работе на средних нагрузках Водитель нажимает На педаль привода Немного больше половины Полного хода Дроссельная заслонка Открывается Примерно до трех четверти Работает только Главное дозирующее устройство Обеспечивая наиболее Экономичный Объединенный состав Горючей смеси И подачу его в цилиндры В нужном количестве Проводитель нажимает На педаль управления Плавно до отказа Дроссельная заслонка Открывается Более чем на три четверти Толкатель открывает Клапан Экономайзера Дополнительная порция топлива Поступает в главную Дозирующую систему Обеспечивая Приготовление Обогащенной Горючей смеси Для быстрого увеличения Нагрузки на двигатель Водитель резко открывает Дроссельные заслонки В работу вступает Ускорительный насос Обеспечивая Образование Богатой смеси В дальнейшем При полностью Открытых заслонках Обогащенную смесь Поддерживает Экономайзер При увеличении Частоты вращения Количества валов Вместе с повышением Мощности Возрастают И динамические Нагрузки На деталь двигателя Чрезмерное Возрастание Может привести К преждевременному Износу двигателя По избежанию Этого Служит Ограничитель Максимальной Частоты Вращения Количества Вала Двигателя Он состоит Из исполнительного Механизма Центробежного Датчика Связанного С распределительным Валом Двигателя При работе Двигателя На оборотах Выше допустимых Под действием Центробежных сил Клапан датчика Перекрывает Поступление воздуха В полость Над диафрагмой Образуется Разность давлений В полостях Механизма Диафрагма Прогибается Вверх И с помощью Рычага Прикрывает Друсильную Наслонку Частота Оборотов Количества Вала Умешается Отработавшие газы Из камеры Разгорания Цилиндра Проходят Сначала По выпускным Трубопроводам Затем По приемным Глушителям Газы Попадая Из тонкой Трубы В полость Глушителя Расширяются И проходя Через множество Отверстий В трубе И перегородках Резко снижают Скорость Что в итоге Приводит К снижению И в шум Исправно Работающая Система Виталии Обеспечивает Экономичную Эксплуатацию Автомобиля И является Одним из факторов Охраны Окружающей Слины И здоровья Людей